В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Около Видновской школы номер 5 прошла экологическая акция по раздельному сбору мусора. Мы не должны мусорить, мы не должны ухудшать нашу планету. В дворце Спорта Видное состоялись веселые старты для школьников округа. Готовились мы на физкультуре, на переменах. В историко-культурном центре открылась выставка картин экспонатов «Русская усадьба». Все экспонаты нам в основном приносят, отдают. Это что-то из семейных фондов, что-то из семейных фондов друзей, знакомых. В Ленинском городском округе назначен новый временно исполняющий полномочия главы. Им стал Станислав Катаров, ранее возглавлявший городской округ Реутов. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Совета депутатов муниципалитета. Действующий временно исполняющий полномочия главы Эдуарда Радушкин ранее сложил полномочия по собственному желанию. В жилом комплексе «Государев дом» прошел очередной сбор гуманитарной помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции. Подобная акция, организованная по инициативе местных жителей и волонтерской группы «Надежный тыл», проводится уже во второй раз. Получить инструктаж по тактической медицине, принять участие в плетении маскировочных сетей и, самое главное, принести необходимые бойцам, участвующим в СВО, продукты и вещи, могли посетители торгового центра в ЖК «Государев дом». На территории жилого комплекса это уже вторая акция, организованная волонтерской группой «Надежный тыл». 24 ноября гуманитарным двоем мы шли три машины, отвезли ребятам и передали все лично в руке. Как и в прошлой акции, в нынешней, помимо жителей микрорайона, приняли участие ученики Лопатинской школы, представители территориального отдела и депутатского корпуса. Чтобы привлечь к сбору как можно больше людей, волонтеры на входе в торговый центр раздавали листовки. Здравствуйте, у нас в втором столе проходит в торговый центр «Государев дом». Тогда собрали не только большое количество необходимых продуктов и вещей, но и массу детских рисунков и писем. Письма детские нужны, очень нужны и важны. Конечно, они когда читают, действительно у ребят прям слезы на глазах наворачиваются. Поэтому письма детские – это то, что им надо. Был среди отправленной бойцам корреспонденции и рисунок юной жительницы ЖК «Государев дом» Миланы Шумбасовой. Он так понравился ребятам, что они попросили передать для художницы несколько символичных подарков. У меня был рисунок, где военный едет на танке. У меня была идея нарисовать так, как я его представляю себе. Ну и приятно, что так высоко оценили ребята. Да, мне очень приятно. В этот раз в зону специальной военной операции отправятся письма и рисунки. Организаторы акции ведут сбор помощи с прицелом на грядущий Новый год. Я думаю, что числа 24-го, 23-го мы будем уже ехать на поле. То есть это будет такой, можно сказать, подарок на Новый год? Да, конечно. Мы планируем сделать. Почему-то планировали сделать эту акцию. Потому что хотим поздравить наших ребят, пока еще не думали, каким образом это будет. Либо лично каждому, либо просто по подразделениям. Подобные акции на территории ЖК «Государев дом» будут продолжены. Максим Козлов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Экологическая акция по раздельному сбору мусора прошла в минувшие выходные около Видновской школы номер 5. В течение час активисты собирали бытовой мусор, чтобы отправить его на дальнейшую переработку. Такие мероприятия проходят в городе с частотой один раз в месяц. В Видном прошла очередная акция по раздельному сбору бытового мусора. Такие мероприятия в городе уже много лет организует экоактивист и руководитель движения «Видное» за раздельный сбор отходов Венера Тарасюк. Переоспитать взрослого человека очень тяжело. А вот заинтересовать ребенка, который чисто и открыто не видит ни в чем подвоха, и он понимает, что так и должно быть. Мы не должны мусорить, мы не должны ухудшать нашу планету. И они это воспринимают информацию намного проще. Женщина работает учителем химии в Видновской школе номер 5. Своим примером и рассказами на уроках она приобщает учащихся к теме осознанного потребления, переработки и вторичного производства. Некоторые из ее учеников вышли на акцию в качестве волонтеров. Здесь волонтеры помогут распределить мусор, подсказать, что где находится, что как выкидывать, что ни с чем нельзя путать. И в принципе вообще помочь вам правильно утилизировать мусор. Жители округа узнали о времени и месте проведения мероприятий из социальных сетей и активно несли отходы на пункт приема. Пластик, бумажные изделия, полиэтилен, батарейки – всего около 50 фракций – были распределены по отдельным мешкам. Я считаю, что нужно правильно сдавать отходы, вторсырье, чтобы перерабатывать. Это важно для экологии и важно увеличивать количество людей, которые этим занимаются. Когда я вижу, что люди выносят по 4 мешка за день, из них все течет, все это в перемешку, потом все это гниет на свалках и подвергаются еще воздействию несчастные животные, у меня это просто сердце, честно говоря, разрывается от этого. То есть, посчитать, что каждый человек выносит просто на свалку каждый день – это просто немыслимый вред планете. После окончания акции все отходы отправились на сортировку и переработку. В дальнейшем из них произведут одежду и обувь, строительные материалы, контейнеры, упаковку и многое другое. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. На стадионе в Бутовской школе идет заливка катка. Уже 15 декабря он будет открыт для посетителей и начнет работу с ледового шоу с участием известных фигуристов. О грядущем мероприятии узнала Инга Инчук. Меньше чем через неделю взрослые и дети смогут проводить досуг по-зимнему, играть в хоккей и кататься на свежезалитом катке. А прямо сейчас ледяной настил наращивает бригада рабочих. В данном этапе производится наращивание, наморозка льда с пожарных рукавов. Наливается основная масса воды, потом проходит ледозаливочный комбайн. Соответственно, с горячей водой уже полирует и получается ровный лед. Здесь же, рядом со стадионом, было проведено оперативное совещание по вопросам об устройстве катка и прилегающих к нему зон. На собрании присутствовали представители администрации, занимающиеся данной темой. Вывоз, конечно же, снега, установка звукового оборудования профессионального, установка вышек и профессионального светового оборудования. Сегодня собрались, чтобы вот этот вопрос все решить, обсудить. Очень много служб собралось для того, чтобы подготовить это шоу и все, чтобы прошло на высоком уровне. В этом году первыми испытателями катка станут знаменитые фигуристы, которые приедут на его открытие с концертной программой специально для жителей округа. 15 декабря в 21.00 большое гала-шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». К нам приедет очень много известных спортсменов, которых вы можете увидеть на катке, которые сейчас заканчивают свой монтаж. Каток бесплатный и будет работать в период с 15 декабря по 1 апреля. Если у вас нет собственных коньков и защитной экипировки – не беда. Все необходимое можно взять в аренду здесь же на весь сеанс. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ Во дворце спорта «Видное» прошли веселые старты для школьников муниципалитета. Соревнования проводились в рамках 55-й спорта-киады Ленинского городского округа. За достижениями юных спортсменов наблюдала наша съемочная группа. Чтобы ребята могли подготовиться не только физически, но и морально к предстоящим соревнованиям, перед стартом их ждала небольшая разминка. Около 200 мальчишек и девчонок из 16 образовательных учреждений округа стали участниками ежегодной спорта-киады школьников. Желающих много, но есть специальный отбор, на который проводятся дети, и который готовится команда от школ. Школа уже направляет детей к своей команде. А дальше, если они выиграют, они идут дальше. Веселые старты проходили для учеников пятых классов. Команда каждой школы состояла из 12 человек. Попасть на спортивные состязания было непростой задачей. Отбирались лучшие из лучших. Проводились ежедневные тренировки, отрабатывали эстафеты и выбирали лучших детей для участия в соревнованиях. В составе сборной пятой школы в основном ребята, занимающиеся в спортивных секциях. Алексей Аносов берет уроки каратэ и плавания. Готовились мы на физкультуре, на переменах. Мы подготавливались все по-разному. Кто-то с мячом ходил, кто-то с клюшкой, но кто-то бегал, тренировался. Несколько эстафет и испытания с элементами таких дисциплин, как баскетбол, футбол и флорбол. На скорость, ловкость и выносливость. Все участники старались показать свои лучшие физические качества. Люблю спорт, занимаюсь футболом и хотел поучаствовать. У нас большая команда. Мы думаем, что мы выиграем всех. Подготовка была, конечно, сложная, была очень сложная, но мы все-таки команда и я надеюсь, что мы все победим. Я считаю, что наша команда выиграет, потому что у нас самые дружные классы и мы сможем это сделать. Уверенность в своих силах и настрой только на победу сделали свое дело и команда седьмой школы заняла первое место по итогам веселых стартов. Серебро досталось пятиклассникам из Молокова, а бронзу увезли в далекую Володарку. В историко-культурном центре открылась выставка картины экспонатов, которая называется «Русская усадьба». Она посвящена быту и культуре, загородной жизни в нашей стране. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Часть удачного быта являются предметы старины, которые давно вышли из употребления в городских квартирах. Например, самовар, как один из символов загородной жизни, или цветы на участке. В выставке «Русская усадьба» раскрыта эта тема через пейзажи, натюрморты и уникальные экспонаты. Экспозиция состоит из трех частей – дореволюционное, советское время и наши дни. По каждой эпохе подобраны картины и экспонаты, наполненные атмосферой данного времени. Авторами проекта выступили художник-пастелист Натали Михайлюк и руководитель частного музея станция «Дачная» Сергей Агроба. Они приехали к нам из городского округа Клин. Натали живет в частном доме и поэтому знает, в чем прелесть дачной жизни. Переехав в загород, я как-то прочувствовала жизнь вот эту тихую, спокойную, гармоничную, умиротворенную совершенно по-другому, чем когда наездами, знаете, из Москвы в загород и обратно. И, наверное, именно это меня вдохновило на такой проект «Русская усадьба», потому что этот проект, ну, он в принципе о загородной жизни, да, и о сегодняшней, о том, как это было 50, 100, 150 лет назад. Все представленные работы написаны в технике сухой пастели. Всего их более 60, а также около 30 экспонатов из частного музея Сергея Агробы. Так как у нас музей народный, все экспонаты нам в основном приносят, отдают. Это что-то из семейных фондов, что-то из семейных фондов друзей, знакомых. Ну и даже за счетой гости, туристы, которые приезжают, посмотрят и понимают, что у них есть что-то, что вроде бы и выкинуть жалко. С другой стороны, и дома не нужно, и спрашивают, готовы взять фонды. Ну, если действительно это нам подходит по тематике, конечно, мы это берем и этим людям действительно благодарны. Выставочный проект наполнен добротой, домашним теплом, уютом, красотой и благополучием. Спасибо большое организаторам, художнице и создателю частного музея за такую прекрасную, необычную выставку. Выставка «Русская усадьба» дает возможность проникнуться духом жизни за пределами большого города. Она будет работать в историко-культурном центре до 21 января следующего года. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.